Губернатор Олег Кожемяка открыл новую школу в селе Новолитовск Партизанского района. Торжественная церемония знакомства с общеобразовательным учреждением стала праздником для всех жителей муниципалитета. Вы молодежь у нас в каких классах? Восьмой. Вот, уже взрослые люди. Вам как? Школа нравится? Да. Хорошо. Соответственно, нужно что делать? Учиться. Учиться. Бережно хотите. Правильно. А кого еще слушаться? Учителей. Учителей. И родители свои. Правильно? Да. Естественно. Да. Быть прилежным, внимательным, заниматься спортом. Здесь все условия у нас для этого есть. Школа совмещена с детским садом и рассчитана на 220 мест. Ее смогут посещать не только ребята Новолитовска, но и четырех близлежащих сел. В штате образовательного учреждения 19 педагогов. Для повышения качества образования создан центр «Точка роста», где дети смогут на углубленном уровне изучать физику, биологию и химию. В этом году наша школа приняла участие в этом федеральном проекте. И мы с одноклассниками заинтересовались возможностью проводить собственные опыты и исследования. И уже успели поучаствовать в краевой олимпиаде с темой особенностей вегетативного гемиостаза, учащихся подросткового возраста. Несмотря на то, что это было наше первое знакомство с оборудованием «Точки роста», это оказалось не так сложно, как мы ожидали. И нам было очень интересно разбираться с новым оборудованием. Новое здание соответствует всем современным требованиям и стандартам. Есть большой спортивный зал, пришкольный стадион, актовый зал. Оборудованы просторная столовая, специальные помещения-мастерские для мальчиков и девочек, а также отдельные места для отдыха. Этот городок прекрасный. Мы очень долго ждали этот городок. И наш отряд существует уже около шести лет. И в этом году мы наконец-то смогли воспользоваться вот этим новым оборудованием. Здесь вы видите перекресток, который по всем правилам создан. И у нас вот ребята проводят здесь соревнования. Образовательное учреждение задействовано во многих значимых федеральных и региональных проектах и программах, включенных в систему воспитательной деятельности. Олег Завьялов, Анна Дьякова, Новости на Восьмом.